Вот уже 80 лет во Дворце культуры имени Шевченко кипит активная творческая жизнь, проходят концерты, выступления, работают множество кружков. Юбилей ДК отметили грандиозным концертом, где собрались моторовцы, руководство предприятия, ветераны самодеятельности и зрители. На празднике была и наша съемочная группа. В холле много гостей. Им есть что обсудить, ведь многие из них на протяжении долгих лет принимали активное участие в жизни ДК. Здесь каждый может найти себе занятие по душе. На базе ДК 22 творческих коллектива, 7 из которых народные. Множество ветеранов самодеятельности, которые с первых дней работы на заводе пришли в ДК, до сих пор активно участвуют в концертах. Это второй родной дом. Без него я себе не представляю завода. Да и коллектива цеха, и коллектива завода. У нас очень много талантов. 22 страны объехал с выступлениями коллектив ансамбля танца «Запорожец». За свое существование коллектив, у него очень большая география поездок и по Украине, и по бывшему Советскому Союзу, и по зарубежью, ближнему и дальнему. Директор по связям с общественностью предприятия «Моторсич» Анатолий Малыш в свою очередь отметил важность ДК в жизни заводчан. Вы знаете, 80 лет назад, это тяжелые 30-е годы, когда создавался Дом культуры или в то время клуб, сюда приходили люди, которые отвлекались от работы, люди, которые хотели расслабиться после трудового дня, люди, которые были перегружены или слишком загружены на работе, и они получали здесь отдых. А в зале для гостей праздника была подготовлена торжественная программа при участии в творческих коллективах ДК «Шевченко». Зрители аплотисментами вознаграждали артистов. Традиционно слова благодарности звучали и в адрес руководства комбината «Моторсич» за поддержку творческих проектов. Не так давно открыли музей, ранее открывали памятники. Это все инициатива нашего руководства, нашего председателя Совета директоров Вячеслава Александровича Богуслаева. На достигнутом руководство ДК останавливаться не собирается. Впереди множество творческих планов и их по-моторовски успешная реализация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова